15 ноября день Акиндина Назван в честь святых мучеников Акиндина, Пегасия и Анемпадиста. Они служили при дворе персидского царя Цапора и скрытно проповедовали Христа. Был сделан донос, и царь велел их, распростерши по земле, бить суковатыми палками. Потом были и другие пытки. Пытались утопить в море, сжечь на железном листе и многие иные. Но святые оставались живы. Видя это, много народа уверовало в Христа. Царь приказал их всех казнить более 7 тысяч человек. Сегодняшний день назывался «Житницы». Продолжали сушить зерно в овинах, а закромать защищали от грызунов. Так как дело шло к сильным морозам, особо почитали печной огонь. Растапливали печь и грелись возле нее всей семьей. Длинными вечерами рассказывали друг другу разного рода истории и сказки. Было принято гадать у печного огня. Особенно этим занимались девушки, желая узнать свою дальнейшую судьбу. Мужчины сегодня обмолачивали снопы. Работа эта весьма тяжелая и продолжалась весь день. Мужики брали в руки цепы, это такие палки для обмолота, и били ими по снопам хлеба, выбивая из них зерно. Сегодня задабривали овинника, домашнего духа, живущего в закромах. Его представляли в образе существа, похожего на черного кота с горящими глазами. Но истинного лица овинник перед людьми не показывал. Однако некоторые утверждали, что овинник это маленький, седовласый старичок или высокий, здоровый мужик с суровым взглядом. Он помогал трудолюбивым хозяевам, а не родил им, пакостил, сжег снопы, портил зерно. Чтобы этот дух был добрым, ему подносили сегодня чарку водки, петуха и ковригу хлеба. Приметы. Если в этот день выпал снег, весной будет многоводно. Распутиться на дорогах указывает, что тепло продлится до начала декабря. Если небо тучами затянуло, кот тепели. Облака против ветра плывут к снегопаду. Что сегодня загадаешь, то в скором времени сбудется. Если сегодня до заката попросить прощения у всех, с кем поссорился, жить станет гораздо легче, а хлопот будет меньше. Одежда, купленная сегодня по нормальной цене, долго прослужит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова